29 марта Равиль Гениатуллин выступил с ежегодным, третьим по счету, посланием Законодательному собранию Забайкальского края. Во время выступления Гениатуллин цитировал Владимира Путина и писателя Валентина Распутина. Хорошо, что не Григория шептались в зале. Всем министрам глава региона поручил разработать проекты реализации тезисов предвыборных статей Путина. По сути, это план работы на ближайшие годы, подчеркнул важность дела Равиль Гениатуллин. Министру культуры края Галини Сыроватки и заместителю председателя краевого правительства Натальи Ждановой он поручил заняться проблемой сельских клубов, которые сейчас находятся в плачевном состоянии. В завершении выступления Равиль Гениатуллин не смог удержаться и заговорил об интеллигенции, которая, похоже, стала больным местом многих руководителей после декабрьских выборов в Госдуму. Выражает ли наиболее активная публичная часть населения, которая принято традиционно называть интеллигенцией, мнение большинства. Исходя из интересов развития нашего государства, сложившихся в международной обстановке, интересов всего российского многонационального, многоконфессионального общества, повторюсь, именно всего общества, а не какого-то его части, ответ может быть лишь один. Нет, не выражает. И выборы вообще-то это наглядно продемонстрировали. Если прогнозы экспертов оправдаются и в марте 2013 года в регионе действительно пройдут выборы губернатора, со следующим посланием к законодательному собранию может обратиться уже другой человек, новый глава Забайкали. Будет ли послание 2012 последним в карьере Гениатуллина? Об этом корреспонденты ЗАПМедиа.ру решили узнать у участников встречи. Вполне возможно, что да. Потому что у Равиль Фаридовича много сделано. И вполне вероятно, что придут другие, более молодые, с более жесткими амбициями, возможно. Надеюсь, что нет. Я думаю, что он еще не только в Забайкальском крае и вообще в нашем государстве, а скорее всего в Забайкальском крае Равиль Фаридович еще пригодится как государственный деятель. В стране, где нет реальной политической жизни, все основывается только на догадках и подковерных играх, а мы под ковром не работаем. Есть масса вариантов, именно масса вариантов. И продолжить эту работу или перейти на иную. Я не сомневаюсь, что не последнее. Думаю, что дальше будем работать. Я думаю, что, конечно, в конечном счете это будет зависеть от населения. Ну, я думаю, он достойный человек и будет бороться дальше за процветание Забайкальского края. Об этом мы спросили и самого Равиля Фаридовича. Рано сейчас вообще ставить эти вопросы. Во-первых. Во-вторых, может быть, прозвучит слишком пафосно. Если люди скажут, ты еще можешь и нужен для того, чтобы поработать, вопросов нет. Поработаю. Если скажут, и я это пойму, что не надо, значит, я однозначно, совершенно спокойно и, между прочим, с чистой совестью, независимо от того, какие оценки мне сегодня некоторые блогеры дают, с чистой совестью. Потому что, имея на это моральное право, многие спрятались в 90-е годы, разбежались. А я, исходя из того, наверное, как меня воспитали в семье, не бояться трудностей, как предыдущее поколение наших и руководителей, и учителей воспитало, мы в эти трудности вошли, мы в них выжили, и мы в этом мире кое-что уже сделали, и нам не стыдно ходить по улицам нашего города. Центральный районный суд Читы отказал бывшему министру территориального развития Забайкальского края Анатолию Серегину в отмене подписки о невыезде и снятие ареста на имущество. Уголовное дело по обвинению Серегина в совершении халатности было прекращено за истечением срока давности. Однако имущество экс-министра, включая квартиру и два автомобиля, общей стоимостью 8,5 миллионов рублей, оставлено под арестом в рамках гражданского иска, предъявленного Серегину. Напомним, будучи министром территориального развития, Анатолий Серегин незаконно перечислил из краевого бюджета 9 миллионов рублей на покупку трех бульдозеров у компании «Уралсервис». Техника до настоящего времени в край так и не поступила, а денежные средства были похищены. В Чите на дороге по улице Нерчинской образовалась яма, в которую несколько раз проваливались автомобили. На снимках, предоставленных в редакцию Забмедиа.ру в рамках акции «Народный корреспондент», видно, как в яму провалился автомобиль «Жигули». Это произошло 28 марта примерно в 7 часов вечера. По словам очевидцев, «Жигулями» управлял престарелый инвалид и находившимся рядом мужчинам пришлось общими усилиями извлекать его транспортные средства. Выехав на место, наша съемочная группа выяснила, что с ямами на Нерчинской вообще произошла целая история. Несколько дней назад, когда нынешнего пролома в асфальте еще не было, тремя метрами ниже него образовался другой, ныне засыпанный песком и утрамбованный трактором. 29 марта, не дождавшись дорожников, они были вынуждены вставить в яму палку. Своеобразный опознавательный знак. От аварии водители это оберегают, но проблем с дорожным движением в целом никак не решает. 60-летний предприниматель из счеты, владеющий сетью магазинов, задолжал налоговой 17,5 миллионов рублей. Чтобы не платить по счетам, чеченец сменил фамилию. Как выяснили судебные приставы, неплательщик сменил фамилию и предоставил в службу копию старого паспорта. На сегодняшний день должнику запрещено выезжать за границу и распоряжаться собственным имуществом.